Красавица, все макияжем у нас тут занимаются. И Джун тоже, и Джун туда же. Красивая? Красотка? Друзья, в России у меня есть подруга Марина, и вот вчера мы с ней созваниваемся, и она мне говорит, что её няня заболела, она одна с ребёнком на руках дома, по работе у неё горят проекты. Ну и, в общем-то, в такие моменты-то ты поесть забываешь, а про походы в магазины я вообще молчу. Ну, наверное, вам это знакомо многим, да? Ну и так вот, так как у нас в Корее очень популярна доставка продуктов на дом, я решила её поддержать и заказать ей продукты из онлайн-магазина Лента. Я вам здесь продемонстрирую заказ, посмотрите, что ей пришло. У Лента онлайн есть удобное мобильное приложение с удобным интерфейсом. В приложении есть все удобные категории, но мы выберем, конечно же, кофе и готовую еду. Ещё очень удобно заказывать подгузники детям, фюрешки, и также есть раздел с выгодными акциями. Например, скажу, что подгузники я тоже всегда заказываю доставкой, потому что вот это вот всё тащить с магазина очень неудобно. Доставка к моей подруге пришла всего лишь за два часа, и я очень рада, что я могу так порадовать своих друзей, несмотря на расстояние. И для вас, друзья, у меня тоже есть подарок. По этому промокоду вы получите скидку 20% на два первых заказа от 1500 рублей и бесплатную доставку. Заказывайте продукты по ссылке, используйте мой промокод и наслаждайтесь временем, пока ваши вкусные продукты едут к вам. Все ссылочки я оставлю в описании. Всем привет, друзья! Я сегодня снова с вами. Мы собрались, сегодня пятница. Кстати, сегодня пятница. Муж уводил на юну в садик сам, там, разговаривал с мамочкой. Он ещё перед тем, как в садик пойти, такой, говорит, я точно там не один папа буду? Я говорю, сейчас приду, там все мамочки сидят. Я говорю, да нет, я вчера ходила, там какой-то папа был. Я говорю, ты всё машешь, привет-привет. Ну, в общем, он сегодня пошёл, он единственный был из отцов, говорит, с мамочками со всеми поговорил. Мамочки, говорят, такие, комчак, ну разо, типа, ваша жена так хорошо разговаривает по-корейски, типа, мы так удивились. Хотя, мне кажется, я не очень хорошо разговариваю по-корейски. Ну, ладно, типа, подружись с кем-нибудь. Но я вот сейчас пойду 8 сентября, 30-м, там будут какие-то мероприятия. Думаю, подружиться с корейскими мамочками, чтобы какую-то информацию тоже черпать. Ну, и так вот, сегодня мы едем в торговый центр, нужно одеть ребёнка на осень. Ребёнка. Тебя, у тебя есть, будешь с сестрой донашивать, ты пока в садик не ходишь, только дома сидишь. Так что, и Джуна, мы, наверное, ничего поковать не будем, у него там нормально хватает. Я тут, знаете, что делаю? Перехватываю пока. Перехватываю, что есть, у меня вот тут рис в пакетике разогрела. И сосиски. Я вообще особо не любитель по утрам кушать, но надо покушать, потому что потом я захочу кушать. И будет капец, муж тут вот нажарился, сесонов. А ты уже кушал. Товила вот тут свои сумищи. Мы же у свекрови останемся сегодня, а завтра мне на учёбу ехать. Ты такие козочки красивые сделала, уже все растрепались. Мало, без книжки поеду, приехала, книжка моя. Опа, кукси. Заказали неделю назад. Первая пропись пришла быстро, а вот именно сама книга только сейчас пришла. Я думала, завтра уже без книги поеду на учёбу. Всё, выходим. На юну уже вся распустилась. Мне сумку. Говорит, на ещё одну. Я говорю, ты чё? Опа! Он просто идёт с сумками, ещё и коляску катит. А я такая иду, снимаю. Голова болит у него. От меня. Всё купил и спрятал здесь слаймы, чтобы на юну не увидел. Домой не понёс, только одну коробку принёс. Смотрите, у нас сейчас время обеда. И все рабочие повлазили на обед. Вот такие палатки открывают около заводов. И здесь всякое продают. Там рамен, тук-пуки. В общем, такую быструю еду. Вон, смотрите, сколько людей. Просто толпами идут на обед. Мы приехали. Сейчас будем подниматься в Зару. Сейчас в Зару сходим. Там купим штамишки, кофточку. Уже к осени готовятся. Осеннее оформление. Даже лифчиков я в прошлый раз здесь покупала. Мне очень понравилось. Вот я вот такой брала. Только тынго. Только тынго. И в этом магазине, в общем, я купила вот такой вот бежевый. И вот такой чёрный. Цена одного... 50... Цена одного 53 тысячи вон. Ну, классный. Я в прошлый раз брала. Думала, уже не попаду на них. Вот сейчас попала. Уже два взяла себе. Муж говорит, бери два. Говорит, я тебе куплю. А, говорит, у тебя подарок на часок. Апа, я часок со мной? Мы же скоро будем готовиться к часоку. Такие вот осенние коллекции тоже уже выставили. Такое всё красивенькое осеннее. Пальто на скидках. Я, кстати, хочу пальто Бёрбери себе. Положила сейчас что-нибудь выпить. Я тоже хочу какой-нибудь кофе. Знаете, что этот магазин здесь красивые платья. И, кстати, в прошлом году вот жилетки очень модные были. В этом году тоже жилетки у нас в моде. Или вот вязаные кофточки. Коротенькие такие. Классный сарафан. Он с такой плотной тканью. Под него можно вот кофточку одеть. И его сверху. Вообще прикольно. Кстати, стоит копейки. 19 тысяч вон. Билые звери такие. Это вата. И здесь тоже вот сладкая вата. Разноцветная. Готов. Я взяла карамель макиято. Сейчас будет у меня забирать мой кофе. Ненки взяли мороженое. Вкусненькое? Радости человека. А папа себе взял. Губы, а? Йогурт? Апа. Какое-то мороженое взял. У меня вкуснее, мне кофе. Я же любитель, вы знаете. Мы направляемся в Зару. Какая посуда красивая. Блин, я себе такой домой хочу. Смотрите, какая красота вообще. Тут еще. Офигеть. Розовый. Не розовый, тебе нравится. Розовые тарелки. Смотрите, набор какой. Наборы красивые. О, голова. Вообще. А тут, смотрите, тоже, да? Разноцветная. Ай, как клево. Что у нас тут в Заре? На самом деле, я почему-то перестала любить как-то Зару. Тут очень сложно найти что-то интересное, носибельное. Цены тоже такие себе. Не всегда дешево здесь. Типа тут такие варианты, куда я... Вот это, да? В тренде. Жилетка и платье. Платьишко мне, кстати, понравилось. Прикольное. Кожанки детские. Наю не нравится. До расслабления возраста, когда выбирает, говорит. Мне вот это, говорит, нравится. Наю? Наю не нравится. Красивое платьишко. Смотри на ее. Такое одно платьишко 50 тысяч мон дизайн стоит. Но мне понравилось. Прикольно. Или лучше вот это выбрать? У него полегче материал. Мне кажется, вот это будет хорошо смотреться под эту хрофточку. Да? Папа выбрал, а ему такой костюм понравился. Стреф-обоги. Стреф-ойе. Понравился. А мне еще жилетка. Понравилась жилетка, наверное, тоже купим. И все здесь. И больше не пойдем в другие места. Маджо, маджо. И готовы, Бе. И целую кучу обновок. Потом еще вам подробнее покажу. Вместе с ценами. Всем цены тоже всегда интересные. Я, блин, не пишу, забываю. Мне в Заре очень нравится стиль. Он такой не детский, да, а более такой взрослый, в бежевых тонах. Как будто ты одеваешь взрослого маленького ребенка. Даже в Заре есть своя косметика. Офигеть. Я не знала. Ты же купила ей одежду. На сына уже денег не осталось. Так что такую дочку одели. Мы решили не идти за продуктами. Сейчас сразу поедем к свекрови. Купили только нужное. Бегу отдавать бутылочки с водой. Приехали к свекрови. Рогин оставили и Джуна наивно спит. Слава тебе, господи. Подстригли. Вот крысяка. Луи подстригли, а эта крысяка выбежала. Чего ты такая непослушная? Я же за тобой бегать должна. Пойди домой быстро. Еду за мужем. Он на своей машинке, я за ним. Едем, короче, в какой-то сервисовую машину надо отправить. На ремонтик, чтобы ее там проверили. Подшаманили, видите, она уже старенькая. Мы приехали в мастерскую. Отдал он свою машину вон там. Буду сидеть его ждать. Он придет, и мы поедем домой. Надо еще Джуну купить мясо. Сварить ему кашки. Что, там машину подшаманили. Теперь он привез ее сюда подшаманивать. Ду-ру-ру-ру. Где там кофе хлебануть, что ли, у них? Сегодня только с утра вот этим вот перебилось. Рисом в пакетике на сосисками. Хожу без обуви. Мое место пассажирское в основном. Поэтому обувь тут оставила. Даже тут урожай. Видите, как корицы с умом все используют. Это что такое? Тут высаживают. Картошка. Я плохо разбираюсь. Так мне нравятся эти глаза такие прикольные. На машины клеят. Ребята, дайте бедной женщине кофе хлебануть. Глоток. Мы, кстати, как-то с мужем сюда приезжали. Было хащик, это называется. Ну, типа собрание, где вместе все кушают работники. Мы прям вон там жарили мясо. Сидели за столиками. Сейчас я вам покажу. Вот здесь мы все собирались, кушали, жарили мясо. Сейчас меня тут кто-нибудь увидит, офигеет. Надеюсь, меня тут помнят. Здесь у них есть кофе. Смотрите, тут кугуму чистит. Говорит, буду кимчи из кугумы делать. Это вот оно уже почистило. Это чистит. Это у них такой тут офис. Она здесь и кушать готовит, и все делает. Это саму ним. А еще ему фару надо починить. Он знает хоть что у него. Я вообще не понимала. У него одна фара горит. Я такая еду, она горит. Я думаю, это что, поворотник у него? Поворотник-то вот это желтенькое, а красненькое это тормоз. Я такая тоже, как дура, поворотники включаю. Ничего понять не могу, что они поворачивают. Приехали на замену масла. Муж говорит, если есть возможность масло заменить, он заменит. Всегда, когда куда-то уезжаю, даже вот будто учебой или куда-то вот выехали, да, я всегда переживаю. Как там свекровь с детьми? Мне всегда кажется, что ей так трудно, блин, надо побыстрее домой. И вот эта вот тревога постоянная внутри. И невозможно расслабиться, да? Нет бы я наслаждалась такая, ой, как классно, выехала. Но наслаждения никакого нет, наоборот, только переживание какое-то. Уже быстрее домой хочется, кажется, что там кто-то орёт, кричит, хочет кушать, хочет мать. Не знаю, у вас так было? Пишите обязательно в комментариях. Здесь вон какие интересности из дерева, смотрите. Это что, вручную всё собрано? Какая-то антиквариатная лавка, и никого тут нет. И тебя оденешь? Одеваем. Поедем с Наюнкой опять гулять вдвоём. На машине в город Коса. Свекровь будет сидеть с Иджуном. Муж тоже дома отдыхать. Мы поедем, пока ещё вечер. Съездим там в магазин, надо будет купить сосиски. Надо вечером приготовить еду, завтра на учёбу взять. Ну, может, на площадке погуляем, да? Только в рот не берите ключи, они же грязные. Да, поедем. Ну-ка, подумай, куда хочешь ехать. В магазин. В магазин? Ты же говорила, на площадку поедем. На площадку с детками играть поехали? Ну, а Рито, поехали? Хорошо. Ты рот, окей. А что ты хочешь купить? Мне надо купить пенал для ручек. Я, кстати, свой где-то потеряла, не могу найти. Так, это тогда покупай. И карандаш возьму. Карандаш такой же такой возьму с клубничкой, милый. Бери пенал, Наюна. Слышишь? Бери пенал. Вот эти фломастеры в Дайсе, они хорошо отмываются. Ну, тогда тебе еще надо рисовать на чем-то. Альбом взять. У бабушки нету альбома. Или раскраску тебе взять. Раскраску будешь? Выбирай. Вот еще такой возьмем ей. Да, все правильно. Будешь такую раскраску брать? Вон, консуни есть еще. Консуни? Вот такой, секчей. Раскраска. Нормально? Домой придем и дома уже будем раскрывать и красить. Ладно? Сколько набрали. Хочу зайти в магазин. Мне там один крем нравится. Лип-слипинг-ласк от Laneige. Я хочу взять. А то закончился. Мне кажется, это единственный крем, который быстро заканчивается у меня. Но он, правда, очень крутой. А, нет, перец, да? Перец. Это самая маска, которая мне нравится. Я экономлю на пакетах, как видите, да? Несу все в руках. Наверное, не беги там дорога. В общем, это тетенька, которая работает в этом магазине. Она всегда злая. Реально злая. Ну, и поэтому я зашла, как бы не стала ее видеть еще там своими съемками. Потому что все равно люди внимание обращают на это. Ну, так вот. Она, наоборот, на Юну увидела и такая, типа, ой, такая, говорит, хорошая. Ой, наверно, подними, пожалуйста. Неси в ручках, ладно? Такая, типа, хорошая. Да такая сразу добрая стала. Я вообще офигела. Наверное, ей нравятся только дети. Прикиньте, я припарковалась около караочки. Ну, и я смотрю, парковка пустая. А везде вообще битком машина. Ну, вечер, город маленький. Я такая заезжаю. И она мне такая голова Маша, типа, нет. И открываю окно, говорю, на корейском с ней. Типа, блин, можно, говорю, я здесь машину поставлю? Говорю, типа, быстро мне в магазин надо сбегать. Я говорю, у меня ребенок, типа, я говорю, там очень, там очень заняты парковки. Она такая, глаза такая выпучила на меня. Говорит, ты что так, говорит, хорошо на корейском разговариваешь? Говорит, конечно, говорит, ставь. Говорит, иди. Ну, вот. Она вообще удивилась такая. Говорит, конечно, говорит, ставь, иди. Говорю, ой, спасибо, типа, большое. Оставилась здесь машина, пошла, прошлась до магазина. Вот так вот. Знания корейского спасают безвыходных ситуаций. А вообще, я думала, тетки в карочках, они вообще злые. Ну, как и та тетка, которая в магазине косметики работает. Вообще, вот в этом городе, в Посоне, почему-то злых теток много. Я вон, где живу, вон там, в Кудоке. Они вообще все думают, что я с Америки. Все у меня спрашивают, ты что, с Америки приехала? Я им ничего не отвечаю. Вот, просто молчу, и все. Даже не знаю, что говорить. Ну, типа, начну сейчас объяснять. Думаю, лучше промолчу, и все. Слезть на юнковый магазин. Так, мы мимо этого дела проходим, пожалуйста. Что тебе? Преподим, слайм тебе купим. Сразу побежала. Я, чизы слайм. Чизы слайм. Чизы слайм. Чизы слайм. Слайм. Они вообще нас обожают. Какой ты хочешь? Ну, бери какой-то. Вот этот? Слушай, а он жидкий, он хоть нормальный, нет? Ты сможешь с ним играть, или он сейчас весь прилипнет? Надо какой-нибудь, чтобы он не прилип. Вот, смотри, тут. А, это просто шарик. Такой вот есть. Он сонеды дала бутынде. Он сонеды дала бутынде. Да? Ну, выбирай, какой не прилипнет к рукам тогда. Она у нас разбирается. Говорит, этот прилипнет, говорит, к рукам. Выбирай, какой не прилипнет. Вот этот? Да, он не прилипнет к рукам. Точно? Ну, все тогда. Все? Довольна ты? Ага. Ага, ну все. Все, ты радостная? Да. Сегодня прям твой день. Тебе и одежду купили. И слайм тебе купили. Да, и даже игрушки не надо теперь. Пойдем сосиски купим и яйца в дом. Стоп. Сосиски и яйца. Папа еще сказал печенье купить каких-нибудь. Че вам, джолипонг взять, Сиджуна? Молока надо еще взять. Скорый, пап, будешь? Угу. 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 Смотри, русскоговорящая девушка подходит к кассе и такая, говори, типа, ну, что это такое в чеке? Видимо, ей какую-то фигню в чек пробили, которую она не покупала. Нифига себе. И она такая другую зовет, типа, ну, посмотрела покупки, что нету такого, то, что ей пробили. Другую зовет, сейчас они стоят там разбираются. Я такая сразу раз в свой чек глянула, смотрю. Мало ли, может, мне тоже что-нибудь пробили, то, что я не брала. Вот такое бывает, видимо. Ну, может быть, по ошибке. Все теми на улице, мы только домой едем. Приехали домой, столько накупили. Хочу уметь. Новую одежду ей согласилась померить. Так, сюда лепить не надо. Угу. Такая красотка ты, тебе очень идет. Жилетку померяем. Опа, жилетку. Ты тоже пришел на примерку? На примерку? Вот что мы купили в Заре. Все это вышло на 200 тысяч вон. Все это вышло на 200 тысяч вон. Вот такое платье. Водолазочка. Это у нас костюм. Это Наюна выбрала. Ей понравилась кофта. Жилетка. Вот такой костюм. И леггинсы. За человека 207 тысяч вон. На самом деле, я вот так в русских деньгах посмотрела. Вообще недорого. 9 тысяч рублей, что ли. Вот такой пакетик. 97-й год, песни смотрим. А вон там показывают 97-й год. Вообще прикольный танец. Вот и все. Подошел наш день к концу. Буду с вами прощаться. Обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Если вам интересно, я и буду побольше снимать для вас. Что, всем до новых встреч. Пока-пока.